Всем привет! Нас часто спрашивают совета, как определиться с моделью и какая лучше. Сегодня выясним, чем отличается Epson Expression Home XP2100 от его старшего брата XP3100. Для всех капитанов очевидность скажу, что разница не только в дисплее. Начнем с того, чем они похожи. Оба аппарата четырехцветные, работают на единой технологии печати и поэтому фотографии печатают в одинаковом качестве. Максимальное разрешение печати 5760 на 1440 точек на дюйм. Размер капли 3 пиколитра. Оба поддерживают печать без полей, даже на А4 формате. Второе. Сканер тоже ничем не отличается. 1200 на 2400 DPI оптическое разрешение. Третье. Лотки загрузки располагаются сверху и вмещают до 100 листов офисной плотности или 20 фотолистов. Можно использовать бумагу плотностью до 180 грамм на квадратный метр. Печатают оба по USB, Wi-Fi и Wi-Fi Direct. Можно подключиться с компьютера и даже смартфона. Могут печатать с мобильных устройств через приложение Epson iPrint. Это у двух моделей общее. Теперь отличительные черты. Мобильные технологии Apple AirPrint и Google Cloud Print поддерживают только модель XP3100. Кто-то может возмутиться такой несправедливости, но, честно сказать, при наличии приложения iPrint остальными сервисами очень редко пользуешься. Второе отличие – скорости печати. XP2100 медленнее работает. 8 страниц в монофроме или 4 в цвете за 1 минуту, а XP3100 – 10 и 5 страниц соответственно. Хотя парадокс – фото 10 на 15 печатают оба с одинаковой скоростью. Но дело не только в скорости печати. XP3100 умеет печатать текст автоматически с двух сторон, а вот XP2100 производитель оставил без дуплекса. Четвертое отличие – дизайн. Было у Epson два сына – старший красивый, а младший так себе. Пластик премиум класса достался XP3100. Новые красивые лотки с удобными фиксаторами тоже пошли старшенькому, а вот XP2100 все донашивает старье. Древние лотки подачи бумаги – всего один фиксатор. Хорошо хоть кнопки на панели управления и крышку сканера новые поставили, а то совсем печаль была бы. И тут мы подошли к тому, что у XP3100 еще и дисплей есть. Да, малюсенький – 3,7 сантиметра, но упростит вам и настройку Wi-Fi, и копирование, и многое другое. Для кого важны габариты, то могу сказать, что XP2100 компактнее и легче, чем XP3100. На этом список отличий закончился. Скажу еще, что оба аппарата отлично печатают на расходных материалах Ink System и перепрошиваются в бесчиповые. Взять ли базовую модель XP2100 или немного доплатить за XP3100 решать только вам. А на этом у нас все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и узнавайте о новинках печатного мира первыми. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!